Здравствуйте! Сегодня мы отвечаем на часто задаваемые вопросы. Пробирки идут в комплекте с центрифугой SH-120. В комплект центрифуг 82S и SH-82S пробирок нет. К ним прилагаются вкладыши. Если пульт управления в функциональной кровати вышел из строя сразу, не издавая никакие звуковые сигналы, то вам необходимо проверить провод. Возможно, есть обрыв. Если же пульт издавал звуковые сигналы, это говорит об отсутствии контакта с электророзеткой. В этом случае вам необходимо проверить подключение к электросети и при необходимости подключить данную кровать к другой розетке. Если актуаторы в функциональной кровати вышли из строя сразу все, то необходимо проверить подключение к блоку питания. В случае, если не работает один актуатор, и перед выходом из строя он издавал посторонние шумы, щелчки, треск, то необходимо заменить сам актуатор. Излучение рециркулятора вредно, но это необходимо для уничтожения бактерий. Для защиты от излучения используют специальный защитный кожух. Это может быть металл, пластик или органическое стекло со специальным напылением. Чтобы подобрать рециркулятор для помещения, вам необходимо знать следующие параметры. Категории помещений. Это может быть класс, склад, учебное заведение, лаборатория. Затем объем помещения. То, как быстро вы хотите достичь уровня чистоты и какого типа. Это может быть напольный или настенный. Скачать инструкцию по установке таймера рециркулятора в нулевое значение. Строгих ограничений нет. Если рециркулятора два и более, их помещают на одной стене, для того, чтобы образовался единый поток и воздух циркулировал правильно. Дети не должны иметь доступ к кнопкам управления. Облучатель-рециркулятор работают по следующей схеме. Включение, запуск вентилятора, включение лампы и их нагрев, поступление воздуха в камеру, облучение воздуха под действием световых потоков, гибель бактерий и микробов и выход свежего воздуха. При работе корпус не нагревается. Поверхность прибора не остается абсолютно холодной, но при касании к рециркулятору возможно почувствовать тепло, но не более. Определенного ухода не требуется. Достаточно притереть сухой тряпочкой от пыли. Вентилятор-рециркулятор работает на уровне громкого шокота. Необходимо проверить, заполнен ли у вас увлажнитель. Если заполнен, необходимо слить воду, так как кислород должен поступать в сухом виде в коктейлер. Также необходимо проверить, не завышен ли диаметр пузырьков из распылителя. Если диаметр превышает 1-3 мм, то необходимо заменить распылитель. Необходимо проверить, держит ли заданную величину шарик расходометра. Соответствует ли заданный расход возможностям прибора. Если поднять уровень расхода кислорода в кислородном концентраторе выше, то процентное содержание кислорода в вырабатываемой смеси будет ниже 96-93%. Для приготовления кислородного коктейля понадобится кислородный концентратор торговой марки «Армет», коктейлер торговой марки «Армет», пенообразующая пищевая смесь, композиция для приготовления коктейля номер 21 и 23 и основа. За основу можете взять сок, осветленный без мякоти, разбавленный сироп или разбавленный курс. Сам процесс приготовления занимает всего несколько минут. Наливаем основу в коктейлер, добавляем пищевую смесь и размешиваем все до однородной массы без комков. Далее закрываем крышку коктейлера и подсоединяем его к кислородному концентратору. Необходимо проверить, чтобы в увлажнителе не было воды. Затем подносим стаканчик к выходу пены из коктейлера и включаем концентратор. Концентратор кислорода Концентратор кислорода – это прибор для производства кислорода из воздуха. Работает он от электросети, различается производимостью 3, 5 или 8 литров в минуту, весом и габаритами. Концентратор используется там, где есть потребность в повышенной концентрации кислорода. В домашних условиях используют для терапии больных с заболеванием дыхательных и сердечно-сосудистых систем. Также кислородный концентратор могут использовать для приготовления кислородных коктейлей. Концентратор забирает воздух из помещения, фильтрует его от загрязнения, затем чистый воздух поступает в циолитовые колонки. В процессе работы воздух развивается на кислород и азот. Потребителю выдаются кислород. Для того, чтобы подобрать кислородный концентратор, вам необходимо знать следующие параметры. Сфера использования – это может быть домашние условия, стационар, реанимация и детские сады. Далее – производительность, вес, габариты и длительность кислородотерапии. Увлажнитель кислорода используется только для подачи кислорода по терапию, чтобы не обжечь слизистую оболочку носоглотки. Концентратор кислорода абсолютно безопасен. В нем нет никаких опасных элементов. Шум кислородного концентратора не превышает допустимую норму. Если все же шум вам мешает, вы можете перенести концентратор в другую комнату, например, кухню или прихожую. Насыщенную ли кровь кислородом вы можете определить с помощью пульса оксиметра. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова